С вами канал ТОП ХАЙП и без лишних долгих вступлений, это 10 самых богатых детей в мире. Номер 10. Рико Родригез. Рико Родригезу совсем недавно исполнилось 20, однако уже в 11 лет его жизнь перевернулась с ног на голову, когда его позвали играть одну из ролей в ситкоме «Американская семейка», который в итоге стал одним из самых популярных сериалов на телевидении. В 8 лет он заразился актерской игрой от своей старшей сестры Рейни, которая к тому времени уже начинала сниматься в эпизодах различных фильмов и сериалов. Показ «Американской семейки» был запущен в 2009 году, и с тех пор Рико получил 9 наград за свою роль Мэнни Дель Гадо. Пятью из этих наград стали престижные премии Гильдикина актера в США за лучший актерский состав в комедийном сериале. В настоящий момент актер постоянно снимается в разных фильмах и сериалах. В 2012 году он даже выпустил свою книгу под названием «Уроки настоящей жизни». Тяжелый труд Рико и отдача своему делу окупились, поскольку на данный момент его состояние оценивается в 4,5 миллиона долларов. Номер 9. Джейден Смит У Джейдена Смита преимущество, ведь он приходит со сыном одной из богатейших кинозвезд мира. Но это не помешало ему пойти своим собственным путем, который во многом схож с путем отца. Он начал свою актерскую карьеру в 8 лет, дебютировав в фильме «В погоне за счастьем», главную роль в котором играл его отец Вилл Смит. С этого момента карьера Джейдена в кино и на телевидении пошла в гору. Он играл в таких популярных фильмах, как «День, когда земля остановилась», «Карате пацан» и «После нашей эры». В 2013 году Джейден также запустил собственную линию одежды. Более того, он активно занимается музыкой. Джейден фитовал с Джастином Бибером, группой Black Eyed Peas, а также с Childish Gambino. В 2012 году он выпустил свой первый сольный микстейп «The Cool Cafe», «Cool Tape Volume 1». В 2015 году Джейден выпустил EP-альбом «This is my album», а в 2017 году вышел его первый полноценный дебютный альбом «Sire». Поскольку отец Джейдена, суперзвезда, Джейден мог бы не работать ни дня в своей жизни. Но он проявил решительность и пошел своим путем, став актером, музыкантом и предпринимателем. На данный момент его состояние оценивается в 8 миллионов долларов. Номер 8. Дэнилин Хоуп Бирг Хэд Маршал Дэнилин Хоуп Бирг Хэд Маршал – это дочь плейбой-модели Анны Николь Смит. С самого рождения Дэнилин оказалась втянута в дело о своем отцовстве, поскольку изначально было неясно, кто приходится ей отцом. Анна Николь Смит умерла, когда Дэнилин было всего 5 месяцев. Право на отцовство Дэнилин отстаивало пятеро мужчин. В результате ДНК-теста на отцовство было установлено, что бывший партнер Анны, Варри Бирг Хэд, приходится Дэнилин биологическим отцом. В детстве Дэнилин унаследовала 700 тысяч долларов от поместья своей матери. Уже в 6 лет Дэнилин принимала участие на съемках рекламной компании ГЕС, для которой когда-то снималась ее мать Анна Николь. Помимо этого, она также снималась в таких шоу, как «Аксесс Холливуд» и «Энтертеймент Тунайт», а еще появлялась в камео в различных телесериалах. К 12 годам Дэнилин накопила такое состояние, которому позавидовали бы взрослые модели и актеры. На данный момент ее состояние оценивается в 10 миллионов долларов. И не стоит забывать, что ее карьера в модельном бизнесе только началась. Номер 7. Валентина Палома Пино 11-летняя дочь актрисы Сальмы Хаек и бизнесмена Франсуа Анри Пино. Валентина Палома Пино не очень любит находиться в центре внимания СМИ, несмотря на то, что пару раз появилась на красной ковровой дорожке со своей мамой. Состояние Сальмы Хаек оценивается в 80 миллионов долларов, что стало следствием ее удачной актерской карьеры, в которой она успела поучаствовать почти везде. От удачной прорывной роли в фильме «Отчаянный» до озвучки Терезы в мультфильме «Полный расколбас». Отец Валентины является президентом холдинговой компании «Керинг», в которую входят такие дома моды, как Гуччи и Сен-Лоран. В марте 2013 года Форбс оценил в состоянии Франсуа Анри Пино в 15 миллионов долларов. Несмотря на то, что у Валентины пока нет никаких собственных источников дохода, она уже владеет огромным роскошным поместьем, записанным на ее имя. На данный момент ее состояние оценивается в 12 миллионов долларов. Возможно, вы подумаете, что дети одного из богатейших людей планеты Билла Гейтса получат невероятно огромное наследство. Но вы ошибаетесь. Будучи известным филантропом, Билл Гейтс поклялся, что после его смерти все заработанные им деньги пойдут на благотворительность. Его дети, 22-летняя Дженнифер и 19-летний Рори и 16-летняя Фиби, отнеслись к этому абсолютно нормально. В 2016 году в интервью новостному порталу Business Insider Билл рассказал, что брал своих детей в путешествия, чтобы они увидели, что благотворительные пожертвования идут на добрые дела. Его дети гордятся им за то, что он решил пожертвовать свое накопленное состояние на борьбу с бедностью. Билл также рассказал, что не дает своим детям слишком много денег, поскольку это может исказить их представление о достижении целей и не побудит их вносить вклад в общество. Тем не менее, Билл как-то заявил, что дал каждому из троих своих детей по 10 миллионов долларов. Несмотря на странное поведение и приверженность саентологии, Том Круз уже на протяжении 20 лет остается одним из наиболее востребованных и известных актеров в мире. Благодаря успешным ролям в таких фильмах 80-х годов, как «Рискованный бизнес» и «Все верные ходы», Том Круз перешел в разряд первоклассных актеров и, начиная с 90-х годов, сыграл много ролей в различных культовых блокбастерах. Естественно, нельзя не отметить его главную роль во франшизе «Миссия невыполнима», несмотря на то, что у него имеется двое детей от бывшей жены Николь Кидман. Именно рождение дочери Сури от актрисы Кэти Холмс стало сенсацией для прессы. Отношения Тома Круза с Кэти Холмс широко освещались прессой, поэтому Сури была в центре внимания СМИ с самого рождения. Стоит отметить, что пара всегда стремилась скрыть свою дочь от глаз репортеров. На данный момент у Сури, конечно, нет собственных источников дохода, однако один только ее гардероб оценивается в 3 миллиона долларов, поскольку общее состояние ее родителей оценивается в 400 миллионов долларов. Номер 4. Эмми и Макс Энтони Десятилетние близняшки Эмми и Макс Энтони приходятся детьми известной поп-звезде Дженнифер Лопес и бывшему мужу Марку Энтони. В отличие от предыдущих звезд, пара совершенно не ограждала этих милых близняшек от СМИ. Первая фотография детей была продана журналу People за целых 6 миллионов долларов, что является рекордом для фотографий детей и знаменитостей. Уже в два года родители одевали их в одежду от Гуччи. Кстати, крестный отец этих близняшек не кто иной, как Том Круз, который устроил вечеринку за 20 миллионов долларов в честь их рождения. Несмотря на то, что пара развелась в 2014 году, она все еще остается в центре внимания общественности и СМИ. А их дети стали сенсационно знаменитыми в Инстаграме Джей Ло. Состояние Марка оценивается в 20 миллионов долларов. Что касается Джей Ло, то она уже на протяжении 20 лет является одной из самых успешных поп-певиц на планете, что принесло ей состояние, значительно превышающее отметку в 300 миллионов долларов. Номер 3. Блю Айви Картер Вероятная шестилетняя Блю Айви Картер никогда ни в чем не будет нуждаться, потому что ее отец, Джей Зи, является одним из самых успешных рэперов за всю историю. За свою карьеру Джей Зи продал более 100 миллионов дисков и получил 21 премию Грэмми. Его часто называют одним из лучших рэперов за всю историю жанра, однако сейчас он постепенно отходит от музыкального бизнеса. На данный момент его состояние оценивается более чем в 900 миллионов долларов. Его жена Бейонсе считается одной из самых успешных поп-звезд в мире. После очень удачного для нее 2016 года ее состояние оценивается в 450 миллионов долларов. Несмотря на то, что журналисты всегда относились к этой паре спокойно, рождение их дочери в 2012 году стало настоящей сенсацией и было широко освещено прессой. Журналисты писали, что первая фотография их дочери, Блю Айви, может легко побить рекорд Джей Ло и Марка Энтони. Однако звезды решили просто бесплатно выложить фотографию Блю Айви в свободный доступ на сайт Tumblr. Блю Айви Картер родилась в роскоши и, пожалуй, никогда не узнает, что такое бедность, потому что общее состояние Картеров оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Номер 2. Мулай Хасан 15-летний Мулай Хасан является наследным принцем Марокко и первым в очереди претендует на престол. Он приходит со старшим сыном королю Марокко Мухаммеду VI, который также является ведущим бизнесменом в Марокко. Нам нужно просто запомнить, что его семья является одной из самых богатых на всей планете. Состояние короля Мухаммеда оценивается в 3 миллиарда долларов. Его сын Мулай стал появляться на публике в 2015 году, и с того времени его часто можно заметить рядом с отцом на различных официальных встречах. На самом деле, в силу своего возраста Мулай пока что ведет себя как обычный ребенок. Видно, что ему некомфортно носить эти притальные дорогие костюмы и протягивать руку солдатам и чиновникам для поцелуя. Будущий король Марокко пока что только подросток, однако его состояние уже оценивается в 1 миллиард долларов. Номер 1. Дети британской королевской семьи Свадьба принца Уильяма, герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон в 2011 году стала одним из ключевых медиасобытий этого десятилетия. Около 300 миллионов людей по всему миру смотрели трансляцию «Свадьба по телевидению». После свадьбы журналисты и репортеры с нетерпением ждали детей от этой королевской пары. В 2013 году у пары родился сын Джорджа, а в 2015 – дочь Шарлотта. Пресса была в восторге от этих малышей, неудивительно. Ведь эти дети оказываются в центре внимания, где бы они ни оказались. В общей сложности состояние всей британской королевской семьи заняется в 88 миллиардов долларов. Что касается детей, то на данный момент состояние Джорджа оценивается в 3 миллиарда долларов. Но принцессе Шарлотте повезло больше. Она толком еще не умеет ходить и говорить, но ее состояние превышает 5 миллиардов долларов. Надеюсь, что вам было интересно. Если так, то ставь лайк со всей силы, прокомментируй это видео своим мнением, а также подписывайся и врубай колокольчик, чтобы не пропускать самые ядерные топы. Спасибо за просмотр.